всем привет я обожаю время полива потому что это такой мой релакс моя медитация это момент когда можно все взять в руки все потрогать все обсмотреть все листочки корешочки и обычно я очень быстро поливаю эквестрисы до своим распрыскивателем но сегодня тот самый день привет собака нет не приставай ко мне когда я достаю все лоточки и все хорошенько обсматриваю и это тот день когда можно всех хорошенько перри фотографировать и поснимать удачно на окошке так что думаю это видео будет монтированное составное из многих многих я буду всех доставать смотреть крутить и вертеть удалять лишние искать что там наросло и если будет что-то интересное буду снимать и это все войдет в это видео надеюсь что получится достаточно интересно и так меня ждет три полки эквест рисов и я приступаю к делу ну и вот один лоток я полила вчера так что на самом деле на сегодня у меня осталось пять и вот она возможность взглянуть на эти сочные листья на все краски на все корешочки это у меня такой лоток с кучей деток камера вот она детвора вот она групповая посадка тоже с кучей детворы вот смотрите все были из от одного поставщика из одной поставки все и вот смотрите одни какие сколько листьев уже вот и нарастили все другие такие попечальнее листьев меньше то есть все орхидеи реагируют по-разному можно взять одновременно у одного человека одинаковых орхидей а поведут реагируют они по-разному такие мы уже подросли кучи деток корешище такие красавцы сочные блестящий ух кайф и сейчас не каждого буду доставать заглядывать как у них тут что его например поливать не надо кстати по моему я его вчера тоже я вчера когда поливала первый лоток я вот этого получается вот этого и вот этого полила потому что они были но очень сухими и в общем то я решила а был сухой и вот смотрите все равно не сильно зеленый влажный много сейчас пьет этот эквестриз неожиданно много вот но сейчас начинается скоро лето уже и зимой я этих процедур не провожу я их только слегка опрыскиваю а вот летом уже приходится их почаще доставать делать ревизию обсматривать смотрите какие корнище как раз можно полюбоваться этими огромными корешищами классные что я приступаю к поливу и пока нажму на паузу потом еще до снимаю и так многие меня спрашивают про вот эту мою групповую посадку а как там сухо не сухо ну кому как ну в общем то не сухо если бы было бы сухо можно было бы добавить мох и многих переживают очень интересует факт а как же я буду это все пересаживать пересаживать я это все не буду такую посадку я изначально задумывала грубо говоря раз и навсегда и я надеюсь что они в общем то эти эквестрицы корнями вот так вот до плит будут оплетать этот горшок и буду собственно уже на нем расти будет такой полу блок полу горшок я буду возможно подсыпать добавлять сюда субстрат когда он будет каким-то причинам оттуда убывать скажем так и собственно никак не собираюсь пересаживаться я надеюсь что этой посадки хватит очень надолго многие конечно говорят что такой горшок быстро от постоянных поливов разваливается но будем смотреть но в общем то честно скажу пока он сам не развалится я пересаживать их не собираюсь и мне уже очень нравится как вот смотрите детки спускают уже вон свои корешочки сюда в горшочек поисках всего и кстати вот часто задаваемый вопрос тоже детка видите корни как я поливаю я никак не поливаю не привязываю мох ваточки бинтики марлечки стаканчики ничего не привязываю у меня не растут в тепличке я могу себе это позволить там достаточная влажность да и прекрасно растут корешки их все устраивает никак дополнительно они воду не получают никуда их не макаю не замачивая вот вот такая прелесть так что вот так групповая посадка в общем то ее будет ждать пересадка только когда развалится горшок которому они сидят я думаю вы заметили у меня стоит вот отдельно еще дополнительно видите поддончик потому что все таки да она просыхает побыстрее чем вот ребята в пластике и я более обильно поливаю поливаю сам горшочек и водичка стекает в этот отдельный поддон остается и потом затягивается обратно сюда очень быстро буквально к концу дня уже там сухо вот и при этом вода не растекается не создает лишнюю влагу вот для всех остальных соседей вот но тут в принципе как оказалось полить пришлось только парочку всех остальных я подоставала просматривала корни классные меня все устраивает ну вот здесь из интересного я вам показала толстые корешочки показала деток в больших количествах вот тут у меня два которые отходят от моих экспериментов с орхидариумом которые тогда пострадали но уже очень хорошо растут хорошо растет корни хорошо отходят смотрите какие корнище корешище это все новое наросло так что новый лист растет жить будет все супер все отходит так и поехали дальше вот такой еще три липчик скиду мы покажем он когда пришел все конечно кто его заказывали и получали были в шоке потому что он очень маленький как вы видите был такой достаточно негатив не знаю мне он очень понравился очень классные листья качественные корни у меня уже вот смотрите один корень пошел в субстрат него там вот блестит серебристый дали другой и вот он суперски растет я ним довольно у него очень очень интересное цветение хоть он просто подписан на бирке три лип но выбирала я его по цветению я очень надеюсь что процветет он именно так как обещано потому что там обалденный цветок у которого боковые лепесточки стали пилоричными и полностью повторили губу абсолютно полностью очень интересно выглядит и у меня на него большие надежды и хочу сказать что вот это вот на самом деле это не детка это не 300 лет не к моей пенсии он зацветет это уже достаточно взрослое растение которое должно адаптироваться еще немножко подрасти и порадовать цветочками пойду за следующим лоточком есть мне вот такая штука сердобольная юлька двух деток пытается нарастить им корни но он видите уже нарастают на он не очень а другая в тургоре он лист уже 3 пошла растить корешки есть такая аля тепличка рощу прощу прощу стараюсь вот следующий лоток так снимать извините за свет у меня ванны немножко тусклый но что есть так вот это вот кто смотрел кто помнит топыленный товарищ растет семенная коробочка старается так но здесь у меня в основном новиночки хотя есть и старичечки пострадашечки у меня почти все старичечки пострадашечки от орхидариума такие у меня поля 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 эквестерисов конечно очень много вы наверное удивитесь сколько их у меня в этом видео но очень достаточно много дублей а есть например не дубли но там от разных поставщиков например у меня по моему восемь штук альбовых так вот 8 до 8 альб и я жду когда они зацветут конечно же есть надежда что кто-то зацветет пилориком мне это надежда не покидает никогда но вообще просто хочу поймать с разной формой с разными немножко скажем так есть пио альба мечта любого эквестерисомана поймать себе пио альбу которая вообще нету желтого пигмента это бомбезно также есть альбу которых ярко желтый калус тоже конечно хочу иметь такую же есть у которых есть небольшое маленькое желтое пятнышко допустимое для альбы на губе у самого основания в общем-то очень много вариаций и жду-жду когда зацветут и там уже конечно те которые зацветут одинаково будут искать своих хозяев новых вот кто зацветет по-разному останется у меня каких-то очень интересных редкие экземпляры я постараюсь себе оставить по две штучки например если такие будут вот такие планы и собственно ну так вот у меня по каждой у меня несколько blue lip несколько аурея и так далее и так далее и очень много просто эквестерис потому что там просто сумма шедшая разница в вариативности вот это у меня кстати от нейтив эквестерис ничего не закрывать очень красивый цветок безумно красивый пилоричный цветок еще и полосатый но зараза такая еще та вот любит он держать два листа у меня и все и когда начинает растить третий первый лист начинает потихоньку желтеть и вот он в такой манере держит всегда только два листа но корни хорошие тургор отличный он пережил абсолютно без потерь все мои издевательства в орхидариуме вообще такой не сгибаем товарищ посмотрим здесь все таки я буду более не сгибаемой и увижу его цветение так но здесь и самого интересного это наверное вот он семенная коробочка ну а так вот у всех вот они корешочки молодые корешочки все растят все растет это пострадашка тоже да из орхидариума отходит но тоже тоже корни хорошие растут такой маленький листик нарастил пока приходил в себя вот уже новый пошел у всех корешочки такие корешочки я кстати вот где оставляю вот эти ниточки корешочки все равно на всякий случай своим потом они наращивают вот такие уже свои толстички вон огуречек лезет и вот заметьте цвет но тут конечно потемнее поэтому кажется более насыщенными но все равно видно тут темнее листья тут светлее тут смотрите более ремневидные да у кого-то у кого-то покруглее очень интересные такие товарищи и я продолжу поливать если что-то интересное сейчас встречу еще подсниму и на этом мы пожалуй закончим нашу первую часть пока вторая часть выйдет следом же за первой а пока приятного вам всем просмотра ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями этим видео и всем большое спасибо солнечных дней пышных цветений и пока-пока